Какой афуирный городок, а. Это всё менталитет. Путешествовать – это класс, это супер. Всё, всё, не психишись. Класс! Рекорд, ёпта, рекордсмены. Чутишка-то не пропьёшь, блин. Я стопудово уверен, что вот так будем стоять. Кто-нибудь остановится, сразу нас что-то спросят, что случилось. Ребят, в прошлом видео я вам показывал, как я вывел денежки с Фитюшер Слонжерс Компани. Смотрим, смотрим, смотрим. Вот вообще, смотрите. Я уже заработал с Фитюшер Слонжерс Компани 1 млн 221 тыс. Активный депозит у меня сейчас на 600 тыс. Вот он, активный депозит. Вот, ребят, не прошло и дня, не прошло и дня. Гляньте, 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 гляньте. Опа! Но у меня были деньги на счету? Соответственно, вот я уже с Киви кошелька перевел в Альфа-банк. Денежки мне пришли, ребят. Я выводил, если вы помните, 112 с лишним тысяч рублей. Ребята, Фитюшер Слонжерс Компани – это компания, с которой я работаю уже более 9 месяцев. Они помогают мне заработать на искусственном интеллекте, на блокчейне, на криптовалютах, на спортивных ставках, на стартапах, на которых я вообще ничего не понимаю. Но я с ними уже заработал больше миллиона 200 рублей за 9 месяцев. Ребят, хотите зарабатывать вместе с Фитюшер Слонжерс Компани – ссылочка на них в описании. Деньги выводятся. Доброе утро, ребята. Слышите, ведьму сжигают в Кирхе. Какой охуенный городок, а? Эльблон. Класс! Доброе утро. Собираемся, ребята, выезжать. Надо будет обязательно вернуться сюда. Я вам хотел, знаете, что показать? Как продумана квартира, апартаменты? Что, складок? Ну, это всё для уборщицы здесь. Там пылесосы, понятно. Ничего полотенца. Это всё ясно, да? Ничего лишнего, понимаете? Ничего. Вот гладилка, пылесос, тремяночка, сушилка, вешалочки. Ничего лишнего на пухне. Никаких ни дверок, ничего. В общем, доступ, и вся посуда, все крупы. Трубочки, зажигалки, салфетки, клавашки. Даже как этого шимпанское, я мечтаю, что клюриков не было. Ничего лишнего, ребята. Ничего лишнего. Всё только то, что нужно. Мы сейчас засечём, сколько из Элблонга ехать до нашего дома по времени. Вот такой вот внутренний дворик, ребята. Вот тоже строятся дома. Фишка в чём, что это не старые дома. Это новые дома, сделанные под старинный стиль. Вот классно, смотрите. Вообще классно. Тоже классно. А как можно сделать вот такое просто приятное, красивое? Это просто охуенно. Когда к этому относиться? Ну, как сказать, как к своему. Как-то не гонишь себя за количеством квартир, блядь, за вот таким, блядь. Да хуя построить, блядь. Реально думаю, что люди, блядь. Парковка, прикиньте, вот вышел, вот бесплатные парковки, а вот метр в сто платная. Это всё менталитет. Люди качественно всё делают. Они взялись за работу, они делают её качественно. Начиная, блядь, от дворника, заканчивая, там, тем же строителем или ещё кем-то, блядь, банкиром. И они не будут жаловаться, что, блядь, мне мало платят, я, значит, буду хуёво работать. Если мало платят, они просто будут искать другую работу и всё, которая им нравится. Ещё, скорее всего, что они действительно здесь вообще, ну, менталитет у людей такой вообще в Европе, что они не будут работать на нелюбимой работе. Они либо её полюбят, либо будут искать любимую, ну, чем им нравится заниматься. М Ох, маи еды. Смотрите уже практически 5000 километров я накатал. Тух, тух, тух... Как же круто, а. Как круто, блядь. Путешествовать — это класс, это супер. Яlov score, да, я эти часы чуть ездят, да? Бымажка? Как отъезжать, да? А? Отъезжаешь, вас решим, не reach. Всё, всё, не приедём, не приедём, всё понятно, ж… Хоть хоть не знаешь из-за языка. Язык жестов... Всё ребят съезжаем. Никто не принимает квартиру... Мы, как сейчас люди, забрали мусор, причем мы им сейчас мусор будем оставлять, деньги получены. Ну минус такой, нет, получается пантуса для инвалидов. У них с другой стороны есть рабочие, он там работает, музычку слушают, охуенно, охуенно. Ну что, Танюшка, прокатите по старине? Конечно. По сказкам Ганса Кристиана Андерса. Поехали! А, Тань, судя по этой надписи под знаком, конец, мультик про крота польский. Был раньше мультик про крота и его дружочка. Или чехословацкий это мультик про крота? Чешский был. А Лелик и Борик, польский, да? Решили сфотаться, пофотаться, чтобы походить, глазки, чтобы отдохнули. Классно вообще. Сжечь эту ведьму. Слушай, такое ощущение, что это вообще как будто декорация к фильму. Да, я тоже напомнил этот, знаешь, фильм, который вестерны снимают. Черт побери, живут же люди. Охуенно, больше слов нет. Вот, видите, есть и старые постройки. Но опять же, я не знаю, Тань, это был старый дом, да? Вот от него стены. Он, видимо, обрушился. Там уже навье пошло опять. Видишь, они не реставрируют, они их сносят и заново строят. Вот, кстати, кинорежиссёром всем на заметку. Город Эль-Блонг. Пожалуйста, снимай, не хочу фильмы. Снимай, не хочу фильмы той эпохи. Прохладно, да, тут у них без жапочки. Жапка, магазины у них мы уже показывали давно, когда ездили. Жапка – это, соответственно, лягушка. А есть ещё, как ещё, бедрёнка. Бедрёнка – это божья коровка. Вот он так. Здравствуйте, здравствуйте. По-русски, да? По-русски не говори. Один эспрессо. Так, ну что, Занюша, засекаем. Сколько нам ехать? Время – 9. 9.15. Вот, аврикатор показывает – час 29. 108 километров. Ну, плюс граница, да. Вчера, кстати, ребята, да, ребята – Игорь, Игорь, Игоревич, и Юлианна. Вчера тоже были в Польше, уже вечером часов в 10 вечера они нам записали, что, типа, давайте, ну, там, подъедем. Мы говорим, блядь, вообще сил. Игорь, Юля, силы вообще нет. Ну, и, короче, они, я говорю, напиши, как это, как граница. Они говорят, мы не знаем, с нами ночевать не будем. Они здесь катались тоже, говорят, границу как пройдем. Вот вчера Игорь написал, они границу ночью прошли за 20 минут. Три машины было перед ними, да? Посмотрим сейчас. Где-то, я думаю, что тоже во вторник утром там немного народа будет. Я вообще, знаешь, что хочу, чтобы, ну, вот, мы Германию там поездили, да, по городам. Чтобы в Польше мы, получается, вот Гданьский были и в Эблонге, да, вот в этом. Чтобы вообще по Польше поколесить, вот, Варшаву съездит, столица Польши. Это коллекта, который, Рудковский, может быть, даже с ним, да, чуть-нибудь там словиться, с Димасом. Прям, поколесить, показать. Вот, ты, видишь, я думала, что Польша, она Польша такая уже современная. Я даже сказала, что такие старинные городки. Я тогда вот в Гданьске увидела, что там есть прям старые вот эти вот здания, и они вот, мне нравится, что они реставрируют, поддерживают эту архитектуру старины, привлекая таким образом туристов. Только реставрируют, они строят дома в таком стиле. И по Чехии, потом в Чехию съездим. Здесь все рядом. Мы для этого в Калининград, ребята, переезжали, чтобы колесить по Европе на машине. Нет, когда, знаешь, сейчас вот после вот этих блогов всех, да, спрашивают, а что вы вот не хотите обратно в Красноярск? И вот я сейчас вспоминаю, это, понимаешь, мы умудрялись даже из Сибири, умудрялись куда-то путешествовать, лететь, там, да, до Москвы. Минимум раз в месяц, по два раза в месяц. Да, до Москвы пять часов. То есть, когда я стала свои вот деньги, там, первые нормальные зарабатывать, Турция, то есть раз в год у меня обязательно Турция, потом два раза в год Турция, потом уже этого мало. И мы все равно куда-то путешествовали, умудрялись. А сейчас, когда вообще даже не надо на самолетах лететь, просто сел в машину, поехал. Такой кайф, просто класс. Класс! Митя был богатся. Ребят, срочно нужны деньги, но не у кого перехватиться. Так вот, ссылочки в описании, там займы, лучшие проценты, ребят, самые маленькие проценты, и большой процент одобрения этих займов. Там можете брать, там, от одной тысячи до восьмидесят тысяч, в зависимости, там, четыре ссылки, переходите, пробуйте, подавайте во все заявки, ребят. Очень быстрая подача заявок, так что нужны деньги. Ссылочки в описании, обращайтесь, перехватывайте. Батарейка сейчас остается поменять меня, батарейка села на камере. Ну, она в багажнике в рюкзаке. И у них специальные вот такие вот идет трасса. Вон, видите, синенький знак, и раз, это выемка, вот он. Вот, синенький знак, раз, выемка. То есть, ну, много-много-много такие по трассе. Она небольшая, но она полностью машину с дороги убирает. Я стопудово уверен, что так будем стоять. Кто-нибудь остановится, сразу нас спросит, что случилось, с целью помочь. А хотя, вот вон, все с русскими номерами ездят. Границы же. Ну что, вот и граница. Приезжаем до границы. До дома осталось... Так, время. 9.45, 30 минут ехали. Через 400 метров. Осталось 50 километров до дома. Держитесь правильно. Сейчас посмотрим, за сколько мы пройдем границу. Во вторник. Во вторник 9.45, да. Мы полчаса до границы, получается, ехали. Никого нет. Через 800 метров. Уже людей, даже этих, пограничников нет. Мы просто едем, мы едем. Никто ничего не выдает. В польскую сторону мы прошли за 4 минуты. Просто забрали паспорта, даже не смотрели машину. Ну что, мы везем. Просили откуда и все. Сейчас съедем нашим. Сейчас наши будут обшаривать. Досмотр с пристрастием. Хорошо, что в гей-отеле подготовился. Ну, здравствуй, Россия-матушка. Здравствуй, Калининград, батюшка. 10.04. Начали мы проходить. 9.48. 9.48. 10.04. 15 минут границу прошли. Рекорд. Рекордсмены. До дома 50 километров. В общем, сейчас таможенники и пограничники подходил, заставил мне чемодан достать. Ну, показать там, что. Он говорит, что везете. Ну, алкоголь везете. Я говорю, да, везем. А у нас там пива мы набрали сколько там. Тут, наверное, 5 пива везем. 2 литра вина. И думал, что у меня 2 бутылки этих крепкого водки алкоголя. Нет, у нас было, понимаешь, 10 бутылок пива. Но мы не довезли подарочки. Не довезли подарочки. Он говорит, в чемоданах что? Я говорю, в чемоданах вещи. Он говорит, алкоголь-то где? Я говорю, в салоне. В пакетах пакеты показывают. И беру бутылку, достаю. Там бутылки вот так в одной, в которую я думал, что это полная. Тоже не довезли. Он говорит, ладно, нормально езжайте. А можно, я так понял. Он говорит, в общей сложности. Не важно, слабого или слабого. Сколько его литров? Я говорю, ну где-то литров 7. Не литров 7, я говорю, 7 литров. А можно по 4. Литр крепкого и 3 длина. Ребят, почему мы поменялись в здании? Ролями. Ролями, да, местами. У меня есть небольшой перегарчик. Я так думаю, вчерашний, то есть остаточный вчерашний. Но он по польским нормам, то есть 0,3 промилле допускается. То есть у меня меньше 0,3, потом 0,1 у меня. Соответственно, границу я прошел сам, потому что я хозяин машины. Я должен за рулем быть. Хотя там, в принципе, не плохо. Водитель, не хозяин машины, а водитель должен первым ходить просто. Ну да. Ну и короче, все. А в России уже у нас промиллем поймешь. У нас вообще помню, тут меняли вообще все промилле допустимые нормы. И поэтому мы не нарушаем. У нас все хорошо. Надюшка у меня свежечек, как можете видеть. Батаречек. А, после недели. Возлиянии. Ага. Россия, моя Россия. От Калининграда до Владивостока. Не в рифму, зато правильно. Любой поет от Волги до Енисея. А здесь тогда что, как здесь у нас ребят называется? Ляпра? Пярна? Приколя. 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 От Приколи до Амура. Я как чувствовал, Таню посадил за руль. Гаишники тормознули. Чутишко-то не пропьешь, блин. Нет. Я, короче, помню. Знаешь, какой случай был? У меня права, наверное, были, может быть, месяца четыре. Я поехала на работу. Я работала тогда в метро-кэшн-кэре. Еду, увидела, короче, гаишников, что они спереди стоят. Я запаниковала. Короче, перестроилась вправо, что-то обогнала машину. Они меня, короче, останавливают. Такие, типа, говорят. Татьяна Дмитриевна, а зачем вы, ну, типа, превысили скорость, устроили правосторонний обгон? Я такая сижу, все, думаю, пиздец, что делать? У меня, короче, чуть ли не слезы. Они говорят, что-то оформляют. Я сейчас думаю, машину заберут. Все заберут, короче, все. Ну, такие, все, там, дают эту бумажку. Я такая выхожу, смотрю, штраф 100 рублей. А я уже хотела, родненькие. А они пришли, ну, тормозить-то они даже не собирались. Да, они вообще просто стоят и стоят. А я просто такая раз газанула, поехала, пиздец. Едем по городу Калининграда уже. Аллея Смелых улица называется. Называется Балт район. Суровый райончик. Вы думаете, это Польша или Германия? Нет, это Калининград. О, мама, привет. Мама. Сейчас еще за папой поеду в аэропорт встречать. Ну, вот он, милый дом, милый дом. Здравствуй, дом. Все, ребята, давайте. Надеюсь, вам видосы с поездок понравились. У нас в Азии остаемся. По поездке есть что сказать? Класс! Спасибо. Мы в богатстве. Самое главное, это, блин, хотели засесть сколько ехать. Не сказали, во время 11-16. Но это мы по городу, это минут 30, наверное, ехали в пробках. 9-15. Короче, час 45. Нормально. Вообще класс. Обычно с поездки приезжаешь, сразу хочется в душ пойти. А здесь зачем в душ? Мы утром там помыли. Сейчас просто, ну, на машине по городу, грубо говоря, покатались. Ой, какой же класс жить здесь, а, в Калининграде. Калининград, тебя люблю.